Приветствую! Очередная передача Нота Бенни. Мы сегодня с вами попутешествуем по Молдове. Мы побываем в Бельцах, в Террасполе и в Камрате. Мы поговорим о выборах. Хотя, в принципе, я бы это слово взял в кавычки. Потому что, на самом деле, Бельцы — это такие рассказы опасных сказок. Террасполь — это имитация демократии. А Гагаузия — это вообще какой-то тупик, с которым пока никто не может найти выход. Ну, давайте начнем. Первое. Поговорим о сказках, достаточно опасных в Бельцах. Вы знаете, я всегда Бельчан считал прагматиками и такими жесткими людьми. Так пришлось им по жизни играть в одной команде. Мы были на Спартакеаде Школьникова. Я тогда был капитаном сборной Молдовы по футболу. И там были Бельчане. Это были самые такие жесткие, прагматичные, настойчивые люди. И я, честно скажу, зауважал их за характер, за волю. А вот когда сейчас я смотрю, что происходит в Бельцах, я не узнаю Бельчан. Такое впечатление, что их подменили. Ну, давайте конкретно поговорим. К примеру. Я не буду в этой передаче называть фамилии. В конце я объясню, почему я это делаю. Один из кандидатов, мы будем только об этом сейчас кандидате говорить, пообещал Бельчанам модернизировать аэропорт. Сделать такой грузовой хаб, где самолеты будут со всего мира привозить грузы. Ну, и Бельчане клюнули, как это классно. У нас будет международный аэропорт. Самолеты всех марок будут летать через Бельцы. Ну, давайте так. Этот кандидат, по всей вероятности, он, кстати, не из Бельц, он вообще не знал, что аэропорт только называется Бельский. А на самом деле он не находится на территории Бельц, хотя очень близко к городу. Он находится на территории района, который рядом с Бельц. И не подчиняется муниципии Бельц, а подчиняется центральным властям. Поэтому мэр Бельц, примария Бельц не может там ничего делать. Это в компетенции центральных властей. Ну, допустим, удастся, а этот кандидат связан с крутыми бизнесменами, которые, правда, сегодня в бегах, удастся им захапать этот аэропорт. Они большие специалисты по этому делу. Ну, и создадут они этот аэропорт. Бельцы не нуждаются в том, чтобы грузы самолетами сюда привозили и увозили. Ну, не такой богатый город, чтобы пользоваться авиаперевозками грузов. А что же получат Бельцы в результате всего вот этого аэропорта, который будет рядом с Бельцами, который будет приносить доход только бизнесменам? Вы знаете, Бельцы тоже получат. А что они получат? Они получат вечный шум. Днем и ночью будут реветь двигатели самолетов при посадке, при взлете. Ну, удовольствие для бельчан будет. Они же хотели этого, они же хотят этот аэропорт. Сейчас во всем мире стараются подальше от города, чтобы были аэропорты. А бельчане говорят, нет, сюда, сюда. Мы хотим слушать этот шум, он будет для нас родной. Ну, если хотят, значит, любые удовольствия за ваши деньги. Дальше идем. Кандидат предлагает построить в Бельцах, паузу делаю такую, интрига. Что вы думаете? Построить нефтеперерабатывающий завод. Я не знаю, может быть, он откопал там в Бельцах нефть или где-то в Молдове появилась нефть. Будет там завод. Ну, вы представляете, нефтеперерабатывающий завод в черте города. Какая огромная радость для бельчан. Небо в алмазах, ой, извините, не в алмазах, постоянно задымленное. Дышать этим воздухом, какое удовольствие встает утром. И вот этот черный смох опустился на бельце. Они, ох, радость какая, дышим этим воздухом. Ну, что поделаешь, ну, хотят этого. Ну, тут уже их явно не остановишь. Я уж не говорю о том, что иногда на таких заводах бывают аварии. И пожары бывают на этих заводах, которые могут перекинуться и на жилые строения, и привести к жертвам. Ну, если хотят, что тут поделаешь. Еще одно обещание. Современные дороги. Ну, это классное обещание. В принципе, рано или поздно, действительно, в Молдове будут современные дороги. Но по возможностям бюджета, отдельных населенных пунктов в целом страны, эта история растянется в лучшем случае на 10-15 лет. Но кандидат не хочет ждать. Дело в том, что через два года выбора, это внеочередные выборы в бельцах, он говорит, я сделаю все дороги суперкачественными за один-два года. Представьте, в бельцах, где бюджет где-то, если не ошибаюсь, 900 миллионов леев, где все эти расходы, причем львиная доля, это зарплаты педагогических работников, расходы на школы, а дороги эти стоят, ну, примерно, плюс-минус 100 миллионов долларов. Причем, я думаю, гораздо больше, если говорить о покрытии этими дорогами, современными всего города, весь город покрыт дорогами. Где деньги, Зин, как в том анекдоте? Ну, можно взять кредиты, хотя кто даст такие кредиты? Можно весь бюджет потратить, все эти 900 миллионов леев потратить на дороги. Ну, подумаешь, там, педагогам зарплаты не будут платить. Вообще город не будет развиваться, но зато будет несколько хороших дорог. В общем-то, я просто не понимаю, бельчан, когда они слушают это, помните, как там, уши развести, они что, не понимают, что это сыр в мышеловке? Ну, и еще одно обещание, это оплатить все, что касается для бельчан, то, что касается газа, тепла, ну, речь идет, я так и не понял, о малоимущих или о всех бельчанах. Тоже очень красивый жест, но тоже нету денег на это. Значит, забрать весь резервный фонд, войти в зиму без резервного фонда, снова взять кредиты или ограбить банки, там, кстати, есть в этой команде специалисты по этому делу. Ну, где взять деньги? Ну, бельчане даже не задумываются. Ну, обещано, значит, будет. В общем-то, такая история. Вы знаете, почему я упоминаю эту историю? Потому что меня просто удивляет. Ну, что, не понимаете, что выстраивается такая пирамида, в которую хочется-хочется верить, но потом она рано или позже все равно рухнет, и бельчане окажутся под обломками этой пирамиды. И потом восстанавливать все, что произошло, придется им, еще и их детям, особенно если наберут кредиты. Ну, ладно, если им хочется быть обманутым, тут, пожалуйста, я ничего не имею против. Живите, как хотите. Просто меня поразило, как поменялись бельчане. Ну, я их просто не узнаю. Все. Переезжаем в другое место. Приднестровье. Этот регион еще называют очень красиво Республика Шериф. В этом регионе выбирают начальника. Большого, самого главного начальника. Его сначала выбрал Шериф, а потом его должны официально утвердить якобы на выборах. Выборы, естественно, в кавычках. И казалось бы, ну, что тут такого? Выбран человек, он на виду, он ходит по всему региону, ездит по всему региону, где-то дает распоряжение установить скамейки, покрасить, где-то дает распоряжение в библиотеке книги дать, где-то фасад здания какого-то покрасить, где-то фонтанчик открыть и так далее. Ну, такой нормальный завхоз. Завхоз, может быть, даже и неплохой завхоз, потому что в остальные дела его Шериф не пускает. Там, где большие деньги крутятся, начальнику там нечего делать. Он получит свое, сколько ему положено, и на это все. И казалось, нет никаких проблем. Но я не знаю, я не владею ситуацией. Может быть, тут те, кто у нас занимается, Приднестровьем я имею в виду в правительстве, лучше знают ситуацию. Почему-то вдруг Шериф очень забеспокоился за эти выборы. Еще задолго до выборов один человек, который мог быть реальным кандидатом и побороться за пост высшего начальника, я даже не называю эту должность, потому что как-то смешно это звучит, эта должность для этого региона. Его посадили в тюрьму. Но образовалось еще несколько человек, которые проявляли активность, что-то писали, о чем-то говорили, и люди стали проявлять к ним интерес. И Шерифа это очень обеспокоило. А как так? А вдруг проголосуют не за того, которого он назначил, а вот из кого-то из этих двоих, которые там были. И ЦИК их снимает с выборов. И, ну так как нельзя выбирать из одного человека, находят марионетку, спойлера, тоже из той же команды Шерифа, и он становится как бы вторым. Ну, и вот эти двое маленьких шерифовцев идут на выборы. В социальных сетях сейчас идет рассуждение, а вообще как поступить населению? Как поступить жителям Террасполя, Бендер, там других городов Приднестровья? Они же видят, что, ну их нагло как бы обманывают. Им есть вроде бы выборы, но без выбора. И, безусловно, это многих возмущает. И в этой ситуации, как бы, люди разбились на два лагеря. Но прежде чем сказать о этих двух лагерях, напомню, накануне, еще вот за два месяца до выборов, было принято еще одно решение, что надо убрать в бюллетене графу против всех, потому что люди, видя вот эту ситуацию, могут просто прийти и проголосовать против всех. И тогда выборы не состоятся. Убрали из бюллетеня, оставили двух этих клоунов, которые подчиняются шерифу, и вот они пойдут на выборы. И вот я возвращаюсь к тому, с чего начал. И люди рассуждают, как поступить. И как бы образовалось два таких лагеря. Одни говорят, надо выборы бойкотировать. Ну, в принципе, я не хочу давать какие-то рекомендации. Это возможно. Бойкот выборов – это такая форма определенная протеста. Но тут есть одна особенность. Не надо забывать, где это происходит, где масса силовиков, которые за всеми наблюдают. И люди боятся. Вот мы не пойдем на выборы, а завтра нас уволят с работы или найдут какую-то другую форму наказания. Ну, и тогда другие говорят, нет, надо пойти, чтобы не попасть в сложную какую-то историю, и вычеркнуть обе фамилии. Ну, я не знаю, какую выберут тактику, но я знаю одно. Какую бы ни выбирали тактику, будет так, как захотел Шериф. Потому что в республике Шериф не может быть другого мнения, не может быть другого исхода. Поэтому не пойдут на выборы, вычеркнут всех, даже если стопроцентно. Потом ЦИК откроет и скажет, победил кандидат. Ну, естественно, тот кандидат, которого хотел Шериф. Вот такая удивительная история происходит в Приднестровье. Ну, и последний момент, на котором я хочу остановиться, это выборы в народное собрание Гагаузии. Они прошли, прошли достаточно успешно, выбрали всех, если не ошибаюсь, там 36 человек. Ну, если ошибся, прошу извинить меня, жители Гагаузии. Но теперь осталась такая небольшая формальная процедура. Надо выбрать председателя народного собрания. И тут произошло столкновение. С одной стороны, группа, которая ориентируется на партию социалистов. С другой стороны, какая-то группа, которая ориентируется на действующего Башкана. Ну, правда, там маленькая группа, да и эта небольшая. И одна группа, такие независимые, не хотим ни от социалистов, ни от Башкана, хотим своего. И вот уже своего, не своего. Больше месяца идут эти дискуссии. Выборы назначают, приходят, голосование. Не хватило голосов. Да, надо сразу сказать, что кандидат от социалистов как бы сразу отпал. Его даже перестали рассматривать как возможного победителя. Ну, появились шансы у независимого. Вначале он набрал больше, а потом на следующем голосовании он меньше набрал. И тупик, образовался тупик. Ну, я не хочу давать рекомендации, советы, но они как бы, все лежит на поверхности. Кого выбрать? Надо выбрать ту фигуру, которая может консолидировать общество. Надо выбрать ту фигуру, которая пользуется авторитетом. Ну, в Гагаузии любят еще говорить, который является патриотом Гагаузии. Ну, от себя добавлю, он должен быть естественным патриотом Молдовы. Надо выбрать того, кто понимает, как должна развиваться Гагаузия, какие приоритеты должны быть у народного собрания. И, безусловно, надо выбрать того, который не будет на потанцовках исполнительной власти. Да, он не будет конфликтовать, может быть, но он будет вести свою позицию, позицию законодателей. Ведь это так легко, ну, так мне, наверное, кажется, собраться и подумать, что давайте найдем. Сначала вот определим качество, которое должно быть, а потом мы выберем одну, две, три фамилии, которые больше соответствуют этим качествам. Ну, проведем мягкое голосование, а потом остановимся на какой-то кандидатуре, ну, и скажем, вот мы выбрали этот человек, и давайте все за него проголосуем. Ну, не знаю, получится так или нет, но, во всяком случае, хотелось бы, чтобы получилось. И последнее, о чем я хочу сказать. Вы знаете, я в этой передаче, я с этого начал, не назвал ни одной фамилии. Естественно, могут возникнуть вопросы, а почему вы не называете фамилии? Ведь они, в принципе, как бы на слуху. Ну, на самом деле, если бы я начал называть фамилии, у меня лично есть какие-то отношения к одному, второму, третьему, там, четвертому. И это, наверное, приобрело какой-то бы субъективный подход с моей стороны. Я не мог бы стать над схваткой. Я бы попытался где-то, куда-то вмешаться, высказать свое мнение. У меня цель была другая. Поднять проблему. Проблема в том, что, по сути дела, у нас уже нету нормальных выборов. Нет честной конкуренции на выборах. Нет борьбы идей. Просто, ну, огромный обман, который злоупотребляют многие кандидаты и просто как лохов ловят избирателей. И, безусловно, и я к этому добавлю еще и подкуп, это все нас должно беспокоить. Надо понимать, что-то не так в нашем королевстве. Надо что-то менять. И давайте мы будем это обсуждать, что и как менять, куда нам двигаться. Поэтому я призываю, вот уже по традиции, я хочу, ну, может быть, не каждую передачу так заканчивать, ну, давайте лайкайте. Но самое главное, я хочу, чтобы вы подписались, чтобы вы уговорили подписать своих друзей, знакомых, чтобы вы, ну, пропагандировали наш канал, потому что мы действительно поднимаем очень важные проблемы и вместе с вами ищем их решение. Всего хорошего. До следующей передачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова